Местное самоправление три уровня. Базовый уровень — село, поселок, маленький город. Второй уровень — субрегиональный, это район. Третий уровень — областной совет, область, региональный. Три уровня местного самоправления. Есть еще четвертый — города областного значения, которые фактически попадают в статус района. Они все являются городом, подчинением как и район, исключительно под областью. Базовые уровни, вот мелкие, которые еще не объединены, они фактически замыкаются на районах. И районы имеют прямые межбюджетные отношения с государством, а потом уже перераспределяют в рамках района между базовыми органами местного самоуправления, это село, поселок и мелкий город. Та громада, которая объединилась, она получает статус населенного пункта областного значения и, соответственно, получает прямые межбюджетные отношения с государственным бюджетом. То есть напрямую работает с Киевом? Напрямую с Киевом, да, и с областной администрацией, областным советом в рамках программ развития региональных. То есть она как бы приподнимается в свой статус. Параллельно к этому на объединенные громады передаются полномочия, которые есть у районных советов, это образование и медицина. Вот медицинские учреждения до сегодняшнего дня второго уровня, не ФАПы, а поликлиники, они были на бюджете у районных советов. И там, где районные советы есть и нет ОТГ, они еще остаются. Второй уровень медицины финансируется субвенциями из государственного бюджета. Государство перечисляет на количество жителей в районный бюджет или в бюджет уже громады, и они содержат поликлинику. Реформа медицины предполагает, о чем заявил премьер-министр, о том, что прямые отношения должны быть между поликлиникой и национальной службой здоровья. То есть не трансфер государства в местный бюджет, а напрямую национальная служба здоровья должна оплачивать возможность работать медицинскому персоналу в этих поликлиниках. То есть мы местное самоуправление с одной стороны отводим от медицинской реформы, но с другой стороны, и премьер об этом говорит, вы должны обеспечить максимально комфортные условия в помещениях. То есть сейчас, прям вот сегодня, чтобы потом сделать эту прямую связку между поликлиникой? Да, да. То есть мы содержим врачей, а вы обязаны содержать помещение и закупать лекарства. Хотя, повторюсь, лекарства должно закупать государство, если это есть государственная программа. Да, одинаковый доступ к медицинским услугам всего населения. Поэтому вот когда происходит такое отслоение от местного самоуправления медицины, то у многих же мэров и депутатов будет возникать вопрос, а зачем нам вкладывать сюда ресурсы? То есть если это не наше уже, да, мы лучше профинансируем то, что наше, а наше это, тем более, выборы не за горами, это можно какую-то ленточку перерезать, стадион очередной усовершенствовать, спортивные площадки поставить, детские выигровые во дворах, да, а не заниматься вопросами медицины, тем более, что это действительно вопрос государственный на самом деле. Это не может быть вопросом местного самоуправления на сегодняшний день, потому что в медицине царит хаос, сумасшедшее катастрофическое недофинансирование и отсутствие медицинского персонала, который фактически вагонами выезжает в страны ближнего зарубежья Европейского Союза на работу.